всем доброго времени суток для изготовления опытного образца устройства я использовал 14 швеллер который будет служить станиной и 16 швеллер его распилю вдоль по центру можно использовать уголок но подходящего у меня под рукой не было далее понадобятся приварные шарниры стоят они дорого поэтому лучше изготовить свои для этого нужен только стальной пруд и трубка подходящая к нему по диаметру у меня уже были старые шарниры от калитки которые пригодились делаем разметку на станине в моем случае диаметр шарнира 20 миллиметров поэтому на каждой стороне откладываем по 10 миллиметров плюс 1-2 миллиметра для зазора такую же разметку делаем на подвижном уголке представляем и прихватываем сваркой проверяем что ось не сместилась уголок и станина находится в одной плоскости тогда уже обвариваем для рукоятки я использовал трубу диаметром 32 миллиметра приварил ее посредине к подвижному уголку для листогиба большего размера удобнее будет использовать две рукоятки откладывал уже больше 12 миллиметров чтобы сварочный шов на шарнире не упирался в уголок при загибании шов можно сточить кому как удобней для винта просверливаем отверстие вершине уголка стачиваем край толстым отрезным диском для получения более острого угла такой угол будет и у загнутой детали поэтому его величина зависит от ваших требований далее просверливаем отверстие в станине под винт для фиксации прижимного уголка во время загибания использовал шпильку с привальной к ней шайбой и куском арматуры и с обратной стороны привариваем гайку для удобства подкладывания под прижимной уголок детали и последующего извлечения использовал пружину листогиб готов к работе приступим к испытанию подкладываем лист под прижимной уголок крутим винты прижимая лист к станине и гнем одной рукой потому что особых усилий для этого прилагать не нужно веса устройства достаточно для того чтобы он остался неподвижным во время работы можно наварить по бокам уголки и крепить листогиб к столешнице струбцинами или болтами я его оставлю стационарным чем длиннее рабочая поверхность тем большим размером надо использовать уголок или швеллер а при необходимости усиливать изнутри уголком меньшего размера мы используем мы используем Продолжение следует... Продолжение следует... Если вам было полезно это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание.